Здравствуйте! Это новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов и коротко о главном. Оружие на 3D принтере не фантастика. Во всей России задержали оружейников, поставивших себя вне закона. Не входя из дома, выплаты инвалидам без подачи заявлений. Подробнее в выпуске. Летний, но не теплый. По данным синоптиков, август в Дагестане будет больше похож на сентябрь. Борьба с незаконным оружием. Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность подпольных оружейных мастерских в 12 регионах России. В списке оказался и Дагестан. Всего было выявлено 42 человека, которые занимались изготовлением оружия и боеприпасов, а также их сбытом в разных регионах России. Приостановлена деятельность 22 подпольных мастерских. Они были оснащены специальным оборудованием, в том числе 3D принтерами. Были обнаружены пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки и револьверы. Кроме того, было найдено 17 гранат, порядка 15 килограмм пороха и тротила, 110 детонаторов, больше 80 тысяч патронов и комплектующие для изготовления оружия. Не выходя из дома, ежемесячные выплаты инвалидам будут выплачивать без подачи заявлений. Граждане, получившие инвалидность, помимо права на пенсию, имеют право и на ежемесячную денежную выплату. Ранее для оформления такой выплаты инвалиду нужно было подать заявление в органы пенсионного фонда. Теперь, в течение 10 дней, с момента поступления сведений об инвалидности, специалисты пенсионного фонда установят ежемесячные выплаты. Уведомления о назначении можно увидеть на портале госуслуг. За хорошую учебу студентам вузов будут делать скидки на оплату обучения. Это коснется тех, кто учится на коммерческой основе и не будет иметь задолженности по учебе. Такой законопроект уже готов и ждет внесения на рассмотрение Нижней палаты парламента. Об этом известием рассказал зампред комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев. Инициаторы проекта считают, что в вузах нужно обязательно ввести льготы по оплате. Они уверены, что данное изменение будет способствовать улучшению успеваемости студентов и сможет помочь многим семьям в финансовом плане. На данный момент имеется лишь один метод поощрения студентов с хорошей успеваемостью. Это перевод с платной основы обучения на бесплатную. Но и это большая редкость, так как бюджетные места освобождаются крайне редко. Накануне на почетную вечную стоянку из Каспийска в Дербент прибыл единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь». Многотонная машина должна стать центральным экспонатом филиала военно-патриотического парка «Патриот», который откроется в древнем городе. Напомним, что ранее мэр Дербентых из Рябакара подписал с руководством Каспийской флотилии акт приема передачи экраноплана на баланс древнего города. Подробнее о Каспийском монстре в сюжете моей коллеги Алины Багиловой. Когда нужно корабль, а если надо и самолет. Гроза и ужас неприятельских кораблей времен Холодной войны. Экраноплан проекта «Лунь» поменял место прописки. От Каспийского причала направился к Дербентским берегам. Его построили в 1983 году. Единственный в мире ударный экраноплан-ракетоносец. Но судьба его полета была краткосрочной. Около завода «Дагдизель» в Каспийске он простаивал больше 30 лет. Поэтому к новому путешествию его готовили тщательно. Спустили на воду многотонную махину на специальных пластиковых понтонах. До этого проверив корабль-самолет на герметичность. Ближе к полуночи водоплавающая птица отправилась в путь. Дорога на юг заняла больше 12 часов. Экранопланы начали разрабатывать в Советском Союзе еще в 20 века. Первенцем проекта и по совместительству с самым большим в мире экземпляром такого типа судов стал корабль-самолет, созданный в 1966 году конструкторским бюро имени Алексеева. Летные испытания решили проводить на Каспии. На борту красовались буквы КАЭМ, которые расшифровывались предельно просто – корабль-макет. Но натовские военные узрели в этих буквах другой смысл, назвав лунь Каспийским монстром. За рубежом этот чудо-проект вызывал восхищение и страх. И устрашающее название данной экраноплану по его рабочей аббревиатуре было недалеко от истины. Неуловимый для радара, внезапный и опасный. Лунь получил статус убийцы авианосцев, ведь его оснастили противокорабельными ракетами. Корабль, летящий со скоростью самолета до 500 км в час – это уже была не фантастика. Самый быстрый корабль идёт, пусть даже 40-50 узлов, больше нету такого корабля. А этот идёт 500 км в час летит на экран. Он минует минные поля, заграждения любые. Из этого он подлетел, выпустил ракеты, развернулся и улетел. Но судьба распорядилась иначе. Неудачные испытания и конструктивные недоработки поставили крест на будущем проекта. Теперь же у легенды военной промышленности страны начнётся вторая жизнь – филиале парка «Патриот», строительство которого сейчас ведётся в Дербенте, луни летать не будет. Но зато сможет вдохновлять и звать в полёт молодых ребят. Алина Багилова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ «Касписк». Август в Дагестане будет не жарким. По словам синоптиков, температура в наступившем месяце будет заметно ниже июльской и упадёт на 10-12 градусов. Жаркие сухие дни сменятся обильными дождями, что в итоге превысит многолетнюю месячную норму осадков. Маршрут «Каспийск-Махачкала». Дистанция – 21 километр. Накануне в республике прошёл региональный этап всероссийского полумарафона «Забег РФ». Это массовое беговое мероприятие проводится в стране уже в четвёртый раз. В этом году «Забег» претендовал на попадание в Книгу рекордов Гиннеса. Как наши земляки преодолевали нелёгкий маршрут, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. В едином ритме со всей страной в 9 утра по московскому времени на старт забега вышли участники в 85 российских городах. В Каспийске в одном строю как профессионалы, так и любители Заур Салаудинов бегает всю свою жизнь. Мастер спорта по вольной борьбе для себя выбрал самый сложный путь – дистанцию в 21 километр. Мы всю жизнь бегали, и в горы бегали, и перевалы бегали, всю свою молодость. И такое желание возникло – проверить себя на длительную дистанцию прямую, просто психологию проверить, насколько физически готовы. Уже возраст тоже уже 34, посмотреть. Интересно было такой вызов бросить самому себе. Хотя я здесь смотрю, здесь такие профессионалы бегают. Как будет, не знаю, посмотрим. Это первое спортивно-массовое мероприятие в республике после вынужденной карантинной паузы. К выходу из режима самоизоляции в Минспорта подошли основательно. Учтены все рекомендации Роспотребнадзора. За день до старта участники сдавали тесты на наличие коронавируса и проходили медобследование. Это для нас очень приятно, очень отрадно. Все-таки столько вас в спячке находили все. Ссылку этих моментов – это первое спортивное мероприятие республиканского уровня, хотя на уровне Российской Федерации они проходят, который протекает в нашей стране и нашей республике. Радуемся, гордимся, что у нас есть возможность снова о себе знать. Старт забегу был дан на центральной площади Каспийска. Маршрут полумарафона был проложен по улицам города, Старой Каспийской трассе и проспекту Расула Гамзатова в Махачкале. По дороге работали так называемые пить-стопы, где участники могли подкрепиться. Финишировали бегуны на центральной площади Дагестанской столицы, где всех награждали памятными медалями. Самым быстрым и выносливым в этот день оказался Андрей Федоричев. Дистанцию в 21 километр он преодолел за 1 час и 18 минут. Ближайший преследователь чемпиона Магомед Алигаджиев пришел к финишу через 3 минуты. Ощущение просто непередательное. Забегу немного готовился. Ну месяц, два, два месяца как бы. Бежал каждый день понемножку. Тяжело было только ветер. Очень сильный северный ветер, северо-восточный. Только заняло. А так все отлично, погода отличная. Полумарафон объединил людей самых разных профессий. Любителей спорта и представителей органов власти. До финиша благополучно добрался и вице-спикер дагестанского парламента Камил Давдеев. Так он решил отметить свой день рождения. Среди женщин лидировала Райса Чартаева. Также в своих возрастных группах лучшие результаты показали Терлан Амиралиев и Динара Гаммадова. Всего по России от Калининграда до Камчатки на старт синхронно вышли более 100 тысяч человек. Массовое беговое мероприятие объединило самое большое количество городов. И тем самым вошло в книгу рекордов Гиннеса. Так спортивный Дагестан стал частью этой большой победы. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов и Шамиль Курбанов. Телеканал ННТ. Футбольные клубы Анжи и Махачкала поборются за путевку в 1-128 финала Кубка России. Столичное дерби пройдет завтра, 5 августа, на стадионе спортшколы имени Александра Маркарова. Победитель этой пары на следующем этапе встретится с другой махачкалинской командой – Легион Динамо. Напомним, что клубы в своей истории встречались лишь однажды. Счет личных встреч 1-0 в пользу Махачкалы. Хабиб Нурмагомедов оставил угрожающее послание Джастину Гейджи. Действующий чемпион UFC в легком весе отреагировал на видео с тренировки своего будущего соперника. Нурмагомедов назвал Гейджи отличным парнем и хорошим соперником, но заметил, что тому стоит готовиться к бою не только в стойке. «Я не Дастин Парье и не Тони Фергюсон. Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю», – пообещал дагестанский боец. Напомним, что бой Нурмагомедова и Гейджи возглавит турнир UFC 254, который состоится в октябре, предположительно в Абудаме. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, смотрите нас во всех соцсетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова